Азербайджан продолжает озвучивать угрозы, заявляя, что готов решить карабахский конфликт с применением силы, не учитывая интересы населения Нагорного Карабаха и Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдал очередную порцию антиармянских заявлений и угроз. Во время недавнего визита в Нахичевань он заявил о наличии на территории Автономной Республики мощной армии и дальнобольных ракетных систем, способных поразить любые цели на территории противника. Он при этом уточнил, что действия азербайджанских ВС против Армении будут носить ответный характер. Подобная осмотрительность Алиева, конечно, имеет свои причины. Азербайджанский президент не хочет выглядеть агрессором в глазах мировой общественности и не может позволить себе роскоши угрожать превентивными мерами соседнему суверененному государству. Потому и спешит оговориться, что речь идет только о контрударах. Очевидно, что удар, собственно, по территории Армении выведет конфликт вокруг Карабаха на новый и крайне нежелательный уровень. Говоря о дальнобойных системах, президент Азербайджана, по всей видимости, имел в виду ракетные системы Точка-У российского производства и турецкие РСЗО Кассирга. Как вы считаете, не является ли это блефом со стороны Азербайджана? Свои ответы пишите нам в комментариях под этим видео. Баку не впервой угрожает Армении с территории Нахичевани. О наличии там ракетных систем не вчера стало известно. По его словам, удары по территории Армении из Нахичевани повлекут за собой ответные меры со стороны Еревана. Азербайджан и сейчас обладает потенциальной возможностью начать локальные действия на горном Карабахе. Но, по всей видимости, не имеет смысла это делать. Такой сценарий не предусматривает включение механизмов ОДКБ, предусмотренных для защиты Армении силами организации. Но в случае ударов по территории Армении этот механизм будет запущен. Несмотря на такую критическую ситуацию, Армения не изменяет своим убеждениям. Что касается Нагорного Карабаха, то я должен отметить, что не может быть военного решения вопроса. «Мы должны создать соответствующую атмосферу для мирного урегулирования», – сказал Пашинян. Он напомнил, что в сентябре 2018 года выступил с беспрецедентным заявлением в парламенте о том, что урегулирование конфликта должно быть приемлемым для народа в Армении, Арцаха и Азербайджана. «Я надеялся, что подобное заявление будет услышано Азербайджаном, президентом этой страны, но, к сожалению, эти надежды не оправдались», – сказал Пашинян, подчеркнув, «что в таких условиях трудно ожидать быстрого решения вопроса». На этом фоне Армения продолжает укреплять свои ВС при содействии своего стратегического партнера России, покупая истребители Су-30 и готовясь подписать новый военный кредит с Российской Федерацией. При этом Российская Федерация продает военную технику и Азербайджану. Пишите свои мнения в комментарии под этим видео, что вы думаете на этот счет. А вы поддерживаете такую позицию Армении? Также не забывайте написать нам свое мнение в комментарии под этим видео. А на этом у нас все. Оценить наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!